МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это закрытый кастинг героев реалити-шоу о пластической хирургии. Дело женщина скучала. Неподдельные эмоции. Вот поперла меня, вот хочется. Личные тайны. Вот вроде держусь-держусь в неделю, а потом что-то происходит и опять. Человеческие судьбы. Я же вам говорю, что я трансформируюсь. Мне поэтому на мнение окружающих. Более 500 южноуральцев бьются за право попасть на операционный стол. Я просто офигела. Кого выберет профессор Пухов? Он наш человек. Кто удивил, а кто растрогал авторов проекта? Я даже пошла полиграф. Он вас сводил на полиграф? У вас есть уникальная возможность заглянуть за кулисы шоу, которого еще никто не видел. Мы начинаем. Юлия, добрый день. Добрый. Рада вас приветствовать на кастинге проекта «Хочу к Пухову». Вы отправили свою заявку. И вот теперь можно вслух произнести ваше заветное желание. Немного волнуюсь, конечно, извините. Мое заветное желание, почему я пошла именно на проект, это, наверное, мечта была с молодости, с самой молодости, даже с юности, это сделать свой нос. Я всегда его стеснялась, а как оказалось, он неврожденный, он приобретенный. Мне в возрасте 5-6 лет его сломали санками, так сказать. И, соответственно, всю жизнь, особенно подростковый период, был очень сложный для меня, потому что дети жестокие, и я очень стеснялась его. Вы можете в профиль повернуться? Вот туда, в ту сторону. А вот этот момент, вы помните, когда санки-то прилетели? Честно, нет, это только по маминым рассказам, потому что это было в садике, и, говорю, лет 5 плюс-минус было. Я считаю, что папа зимой повез меня и сестру на площадь революции на горке, мы скатывались, сзади мальчик на санках, получается. Он ее сестру-то успел схватить, меня уже нет. И в результате вот мама не стала обращаться в больницу, как бы побоялась, что папу посадят из-за этого или еще что-нибудь. Ну, и, соответственно, пошел на рост, выросла картошка, так сказать. А вообще мешает дышать? Дышать не мешает, но, единственное, когда я прихожу к лору, у меня всегда болезнь начинается именно с носа. Неоткуда, именно в носу начинает болеть. И она говорит, что у меня искривление перегородки. Кроме, ну вот, так скажем, того, что сделать его прямым, есть еще какие-то пожелания к носу? К носу, да. Я хочу убрать вот здесь объем, потому что у меня есть фотография, где мне 5-6 лет, он у меня красивый, ровный, прямой и без вот... Здесь он как будто опухший, получается. Не было вот этой картошки. Кроме носа, вы там очень художественно еще и про другое написали. Давайте. Ну, я, как любая девушка, конечно, мечтаю изменить с ее абсолютно все. Мне не нравится. Я мама двоих детей, счастливая мама двоих детей. А я после пищи толстела на 30 килограмм, но потом мне посчастливилось попасть, тоже на них полетели проект, где я похудела на эти 30 килограмм. А сейчас опять родила, опять эти 30 килограмм, и вот этот ненавистный живот даже при похудении никуда не уходил. Соответственно, он меня тоже напрягает. Ну и после двух детей, двух кормления, соответственно, как бы и изменить грудь. То есть целый комплекс? Я вообще не против всего, абсолютно. Но единственное, самое первое, конечно, желание, предпочтение, я не знаю, сказать, что нос, потому что это с детства. С детства. То есть это самое главное. Почему вы все-таки с детства много времени прошло? Почему вы до сих пор эту мечту свою не реализовали? На самом деле, я из бедной семьи, мама растила меня одна. И как-то все было не до этого. Сначала маме помогали, потом вроде бы как бы встали на ноги, дети появились. И вот как-то, когда дети появляются, ну, не знаю, это неправильно, но не до себя. Я лучше что-то детям, чем себе. И потом одно, второе, третье, и вроде как бы сейчас все есть, и муж, и дети, и квартира. Но в том году у меня ушли по очереди бабушка, мама и еще одна бабушка. И как бы тоже это меня немножко сломало, я сейчас опять не до этого. Ну, постоянно что-то происходит, что как бы отодвигает на задний план. И только с помощью реалити-шоу вы каким-то образом, да, что-то делаете с собой? Было уже реалити-шоу, где вы охудели? Да, оно мне действительно помогло, потому что три года я не могла похудеть. Меня даже, наверное, не хотели взять, потому что мой рост и мой вес как бы, ну, не так заметно получатся при моем росте. Ну, взяли, как бы, так сказать, последний вагон, и я как бы его еще и победила, по факту получилось. Да, вы стали победительницей? Восемь лет назад, да. Круто. И, соответственно, тогда я держала вес, но уже до нового ребенка. Значит ли это, что вы сами не можете себе помочь без пинка жесткого в виде других людей, в виде съемок, телевидения? Наверное, да, потому что я много раз то пыталась заняться спортом, то пыталась сесть на диету, и как-то, вот, вроде держусь-держусь неделю, а потом что-то происходит, и опять, ну, на заднюю. Тогда какие гарантии? Ну, нос, понятно, он мешает. Вам сделали фигурку мечты, где гарантия, что через два года вы не потеряете результат? Или на новое реалити-шоу не пойдете, третье, четвертое? Ну, на самом деле, у меня не было стимула попасть именно на реалити-шоу. Я его случайно увидела и решила испытать свою судьбу. Я не знаю, результат у меня всегда держался, держится, как бы я, это, ну, это какой-то, знаете, пинок и стимул, чтобы я, мама, я должна быть примером для своих детей, и чтобы меня муж тоже радовало глаз, и, соответственно, я буду держать, стараться это все. Тем более мне скоро выходить на работу, работаю тоже с людьми, и там это тоже показатель, как бы, внешность. А какая у вас работа, кстати? Ну, администратор в салоне, встраиваемый техник. А ваш муж как вообще относится к вашим вот этим вот телевизионным историям? Ну, он сам удивлен, что тоже мне позвонили с кастингом, что... Ну, он поддерживает любые мои начинания, потому что он меня любит, и он говорит, если тебя это сделает уверенней, то, пожалуйста. Как вы думаете, за что он вас любит? Ну, я думаю, точно не за нас, а за внутреннюю красоту, за душу, потому что он же меня полюбил такой, какая я есть, и, соответственно... Просто он говорит, если это сделает тебя уверенней, то, как я тебя придержу в любом случае. А кто из вас в семье основное звено? Основное звено? Да. Кто принимает решение? Да, вместе. Нет такого. Мне кажется, мы взаимосвязаны. Где-то я чуть-чуть впереди, получается, быстрее принимать решение. Где-то он. Где-то я сомневаюсь, а он наоборот сейчас. Вы его вообще где нашли? Где нашла? Да. Ну, это было очень давно, мы уже 15 лет вместе во дворе, у подъезда, так сказать. Лежал или сидел? И вышла. Я сейчас сидел. Сидел. Просто случайно в компании общих друзей познакомимся с того момента, чем нам было 18-20 лет. Ну, я у меня 2 года постарше, мне было 18-20 лет. Вот с тех пор мы вместе. Вот за это время семья переживает ряд кризисов, да? Говорят психологи, не знаю, я не знаю. Вот. Ваши кризисы как прошли, которые вам удалось преодолеть? На самом деле, кризисы были только в основном в самом начале, потому что мы были молодые, юные, глупые, мы еще не умели, мы учились только, ну, как сказать, мы вместе с ним учились. Были и ссоры, и скандалы. Ну, разбегов, к счастью, не было. А вот с появлением ребенка, конечно, жизнь тоже первого, потому что это первый, мы не были к этому готовы, все поменялось. Но мы росли вместе, как бы, мы счастливы вместе, мы все, все преграды преодолевали вместе, получается. И сейчас мы, как бы, ну, большие планы на будущее, вперед вместе, только вперед. А какие, кстати, планы? Ну, вот, допустим, мы с вами, там, взяли у вас проект, да, все произошло. Финальная точка, аккорд финальный, фанфары отзвучали. Что вы сделаете? Что я сделаю? Ну, у меня, наверное, самое большое сейчас желание выйти на работу, потому что за последние три года декрета у меня в голове одни мультики. Синий трактор. Ой, и не только, и Теклео, и все остальные вот эти вот. Отель Овечек. Да, одни песенки, но мне. Хочется какой-то, на самом деле, старт, выйти на работу. Я очень амбициозный человек, я хочу работать, я вот прямо выхожу, когда на работу, после первого декрета, я уверена, что сейчас после второго года, я беру, беру, беру эту информацию. Главное, мне выйти в люди, потому что не хватает вот этого вот общения, я засиделась, дом, ну, дом, декрет, как бы, у вас разобрать, сдвинь с рука. А там, я думаю, ну, я думаю, что у меня впереди большое будущее с такой мощной поддержкой, как муж и мои дети, как бы, это стимул. Это очень круто. У вас есть прекрасная возможность обратиться к профессору Пухову и сказать ему три заветных слова, почему именно вас он должен выбрать для участия в этом проекте из всех тех, кто придет и приходит сюда к нам на собеседование. Вот на эту камеру вы можете обратиться. Александр Григорьевич, я думаю, именно я достойна преображения, потому что это сделает меня очень счастливым человеком и даст большой толчок в моё светлое будущее и уверенность в себе. В первую очередь. Нужно научиться любить, наверное, себя, чтобы действовать дальше. И, соответственно, любовь к себе, и все вокруг будут тянуться. Ой, волнуюсь. Спасибо. Волнуюсь. Сейчас же тянутся уже, всё равно. Но тянутся же к вам. Они тянутся. Хотите сказать, что вы не любите себя? Да, муж меня поддерживает в любом случае, но я постоянно говорю, что я вот, ну, не такая. Вот он мне говорит, нет, у меня самая красивая, самая худая, самая умная. Я говорю, нет, я толстая. Я толстая, я носатая. Ну, это правда даже, если просить у мужа. Я постоянно так говорю. Вам говорит, не толстая, не носатая. Нет, нет, это только тебе так кажется. А если после живота, груди, носа возникнет желание ещё что-нибудь изменить? Я слышала, что любое вмешательство, это как, ну, вот не зараза, а как бы хочется дальше-дальше продолжать, улучшать себя. Ну, я не знаю, я не могу сказать, потому что я ещё ни разу никакого воздействия на себя не делала, и поэтому не могу сказать. Можно не начинать? Ну, опасно же. Искуситель такой. Ну, нет, я думаю, мечта юности всё-таки должна исполнится хотя бы нос. Не обязательно мне грудь, потому что если вот мне муж любит с такой грудью, с таким животом, как бы, это ещё можно, понимаете, изменить физическими нагрузками. И, как бы, я не страдаю сильно по груди, ну, сделаю, да, классно, будет красивая грудь. А, как бы, вот нос, да, это, наверное, мечта детства, юности, не столь важно здесь, это всё меня можно изменить. А вот здесь я уже сама не могу ещё одну смешную такую шутку сказать. Мне в юности кто-то посоветовала натирать ваткой и маслом носик, чтобы горбинка ушла. Так я так не натиралась, что у меня была вот такая вот короста. Естественно, я до мной сжал весь класс. Вы очень хотели избавиться? Я вот так вот постоянно ходила, да, всю школу, чтобы поскорее... Ну, конечно, с возрастом это прошло, прошло вот это понимание. Ну, это дети ведь, ну, как бы, они жестокие, взрослые же, конечно, уже не такие. Но вот комплекс именно с того момента до сих пор идёт. Я это понимаю, что я красива, как бы, я уникальна, но вот этот комплекс нужно искоренить. Вот здесь, наверное, соответственно, чтобы... Мне кажется, что препятствий для реализации этой вашей задачи возникнуть не должно. Очень надеюсь. Если вдруг вы не попадаете в проект... Так. Что вы делаете дальше? Ну, если я не пропадаю в проект, я не буду плакать, переживать. Ну, ладно, потому что я понимаю, что бывают случаи, конечно, которые нуждаются больше, чем я. Так. А, поэтому, как бы, ну, будем стараться копить деньги на это. То есть вы всё равно сделаете эту операцию? Да. Единственное, я читала, не знаю, насколько это правда, что такую операцию на ринопластику можно проводить до 35 лет. Я вот не знаю, насколько это правда. В интернете информация, конечно. Не читайте интернет. А, да? Особенно перед обедом. Просто думала, до 35 лет я, возможно, ещё не успею это сделать. Александр Григорьевич сказал, что и в 90 лет они оперируют. Конечно, я буду очень рада, если меня возьмут. Александр Григорьевич, очень рада. Но если нет, я в любом случае его уберу. В любом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Хорошая история. Хорошей девушки. Семейная история очень хорошая, мне кажется. У нас так мало таких историй, когда люди встречают друг друга. И вот с юности они идут рука об руку, рождают детей, преодолевают какие-то там трудности, которые перед ними возникают. И идут дальше. И причём ведь наша героиня, она же не сомневается, что всё будет хорошо. Что будут трудности, и всё равно они пройдут. Мы жалко не видели супруга. Да. Возможно, вместе было бы ещё интереснее. Но мне кажется, мы тут ещё одну очень важную тему затрагиваем. И будет здорово, если хотя бы на примере видео с кастингов об этом кто-то сможет задуматься. Мы тут уже второй раз только за утро слышим историю про то, как тяжело человеку немножко иному жить в школе. О том, как наше общество непримиримо к людям, которые немножко отличаются. Как приходится натирать ваткой нос. Или носить грецкий орех за щекой, потому что щека не такой формы. Это очень, мне кажется, такая важная тема, говорить о том, как важно быть тактичным. Учить детей тактичности, дать бережности, не тыкать пальцем в недостаток. Но и взрослым тоже им это учиться нужно. Поэтому вот эта тема тоже у нас звучит. И, видимо, она важна очень. Чтобы учить детей, взрослые должны это понимать. Ну, давайте я так. Непонятно, с чего начинать, кого учить. Но, мне кажется, это от семьи зависит. И если это действительно семья, в которой могут этому научить, то это очень круто. Ну что, мы продолжим встречаться с нашими героями. У нас там еще есть желающие. Светлана, добрый день. Мы рады приветствовать вас в проекте «Хочу к Пухову». Это кастинг. И раз уж у нас все посвящено пластической хирургии, каков ваш запрос? Что вы хотите сделать? Ну, я хотела бы восстановить форму груди. То есть здесь как бы не видно, это все пуш-ап. Но на самом деле у меня трое детей. Всех трех детей я кормила грудью. Ну и в результате как бы моя грудь пришла в плачевную форму, так сказать. То есть там не то чтобы, ну, практически нулевой размер. Вот. А изначально была где-то второго размера. То есть вначале все вам нравилось? Сейчас не очень. А мужу? А я развелась в этом году. Ну вот, 25 декабря мы разошлись, поставили точку в отношениях. И 20, ну где-то 13 февраля официально развелись с мужем. Получилось. У вас грудь – это такой этап к следующим отношениям? Да. Вы правильно сказали. То есть вы планируете? Вы планируете не оставаться одной? Ну я планирую не оставаться одной, конечно. А вы не торопитесь? Нет. Поставили точку в декабре, вот уже в ангеле тебе что-то про новые отношения. Я не планирую прямо сейчас новые отношения. Но я думаю о будущем. И вообще, ну вот вы как женщина, да, вы меня понимаете, что грудь – это важно. В общественных местах, в раздевалке, в спортзале, да даже к доктору на прием прийти, ну неудобно раздеться. То есть я чувствую этот дискомфорт, и мне некомфортно. Даже, ну вот перед дочками, да, где-то там в бане или где раздеться – некомфортно, неудобно. Даже для себя, а не то чтобы для новых отношений. Ну понятно, конечно, я хочу новых отношений, не прямо сейчас. Конечно, мне нужно залечить раны, восстановиться, обиды все простить, страхи вот эти, развенчать. То есть понятно, что… Ну, вы говорите о том, что вам неудобно перед врачом. Не только перед врачом. Но когда, если вас возьмут в проект, когда вас начнут снимать, там будет вот столько примерно мужчин, сколько сейчас за кадром. И ладно. Там будет миллионная аудитория, которая будет, ну, вам придется показать, что есть, и во время операции вам придется, ну, будем показывать, да, и после операции мы будем показывать, что получилось. И то есть вот эта миллионная аудитория будет все обсуждать. Потом в интернете все будут там тоже писать комментарии, вот. Хорошо сделали, плохо сделали, обсуждать. Какая вы? Вот к этому вы готовы? Да. Мне хочется поменять свою жизнь. Я просто давно этого хотела, я немножко этого боялась. Мне кажется, если бы я не разошлась с мужем, я бы, возможно, не решилась, потому что, как бы, ну, его, в принципе, все устраивает, а для остальных, как бы, не надо, ну, только для себя. А самой мне как-то страшновато было. А теперь я как-то вот, ну, вышла на другой уровень, и реально хочется, вот, хочется изменить. У меня была такая мысль, и тут я на ваш пост, Павел, на ваш пост именно наткнулась. И я думаю, ну, все, это, короче, судьба. Такая смелая, независимая теперь женщина. Да. Почему вы расстались? Что случилось? Ну, там на почве ревности. То есть муж меня сильно ревновал, и в результате, когда я после рождения третьего ребенка вышла на работу, опять вот пошла вспышка ревности, и дошло уже даже до рукоприкладства. Поэтому я, ну, просто не смогла дальше уже с этим человеком строить отношения. Тяжело. Сколько лет вы вообще в этих отношениях находились? Практически 15 лет. Все время было так, или он в какой-то момент изменился? Нет, не все время, как-то вот, ну, лет пять, наверное, последних. То есть, получается, ну, это тоже было вот я, когда на предыдущей работе работала, то есть до рождения, то есть это, получается, где-то четыре с половиной года назад тоже возникла вот эта вспышка ревности, потому что у меня был мужской коллектив на работе, я работала ассистентом отдела продаж, вот. И возникло какое-то недоверие, он стал проверять мою почту, читать мои смс-ки, мой телефон, ну, то есть полностью сочинять какие-то, придумывать истории, которых просто не было, то есть какие-то закономерности искать. Ну, у него все складывалось в идеальную историю, у меня не складывалось. Вот. Я даже пошла полиграф. Он вас сводил на полиграф? Да, я согласилась на это. Он не поверил полиграфу. Я пошла, ну, уволилась с работы, ну, как уволилась, то есть я решила, осознанно пошла на третьего ребенка, чтобы укрепить отношения. Вот. Мы венчались после этого, но ничего, ничего не помогло. То есть это недоверие, оно у него сохранилось. Я год, получается, просидела, работая дома, то есть ребенку было два года, мы отдали ее в садик, и я начала заниматься фрилансом. Вот. Я занималась фрилансом, помогала ему в его проектах развития ВКонтакте, в соцсетях, еще набрала других клиентов, и мне было очень тяжело совмещать, потому что старшие дети в школе, младшая в садике, периодически болела, и старшим надо было помогать с уроками, и вот это я все на себя взвалила. И потом я взвыла, и я поняла, думаю, я лучше буду в найме работать, пойду вернусь в офис. Нашла себе работу, все, но он как бы согласился, скрипя зубами на то, чтобы я вышла в офис, но практически через два-три месяца моей работы история повторилась с ревностью, и вот дошло вот до такого. Как он вас отпустил? Отпустил? Да, ну, развод-то нужно отпустить. Наверняка. Ну, мы просто... Ну, у него, когда вот эта вспышка гнева прошла, он просто понял, что нам тяжело. То есть ему больно в этих отношениях, мне тяжело в этих отношениях. Поэтому мы добропольно решили расстаться. А вашу личную историю будете готовы рассказывать в кадре? В целом, да. Вот не все женщины решаются разорвать отношения, когда трое детей. Да. И есть такое, ну, да, ощущение, что, ну, а кому я буду нужна, когда у меня столько детей, какой мужчина меня возьмет? У вас эти мысли есть? Нет. Почему? Потому что я еще молодая и красивая, и у меня все впереди. Нет, реально, как бы, да кому я нужна, это неправильная позиция, это неправильная программа, которую нельзя. У меня есть знакомая, у нее четверо детей, и она до сих пор ищет любовь. У нее постоянно новые мужчины, она постоянно в пятах купается. То есть, ну, реально, есть примеры. Это зависит от самой женщины, от ее самооценки. То есть у меня нет такого, до кого я нужна, у меня все хорошо. И я знаю, что будет еще лучше. Вот. И, во-первых, я, конечно, нужна самой себе, нужна своим детям. Потому что я должна для них быть примером, я должна для них быть опорой. Вот. Как вы сейчас организуете свой быт? Да, у вас трое детей, кто-то зарабатывает. Как вы справляетесь? Ну, я и зарабатываю, я и справляюсь. Но мне мама помогает, если там... Ну, то есть старшая уже в школе, младшая в садике. То есть у меня есть возможность работать полный рабочий день. Вот. А финансово, то есть мне сейчас бывший муж не помогает, он принципиально занял эту позицию. И плюс хочет, хотел, не знаю, сейчас как бы повесить на меня еще свои кредиты. Да. Да. То есть как бы во время нашей совместной жизни, когда я была в декрете, там случилась пандемия, мы все сидели дома, у него была проблема с работой, и кредиты он брал для развития бизнеса своего. Но в результате все эти деньги проелись, пропились, куда-то исчезли. И теперь он утверждает, что он эти деньги брал для семьи, поэтому я тоже должна участвовать, нести эту ношу, хотя я в это же время брала кредит на машину, которую выплатила, и теперь он хочет еще и мою машину распилить, и кредиты на меня повесить. И на детей сейчас он алименты не платит, хотя у нас с ним соглашение. И чтобы он не оставил машину, я согласилась, чтобы он не платил алименты до конца этого года. Ваша история может быть примером для других женщин? Да. А чему бы вы могли их научить? Я могла бы их научить тому, что нужно себя оценить, нужно быть в себе уверенной и никогда не сдаваться в любых ситуациях. Вот. То есть не нужно отчаиваться, как бы нам не было сложно в этой жизни. Почему все-таки именно телевизионный проект? Потому что, ну, можно же просто спокойно прийти в клинику, все сделать. Никто ничего не видел. Вы вышли, раз. Ну, это же неинтересно. Само наросло. Ну, вы согласитесь, это же неинтересно. Ну, не знаю, вот поперло меня, вот хочется острого чего-то в жизни. Не хватало, наверное, потому что я засиделась дома, в быту с детьми, все тянуло на себе, а теперь хочется сделать что-то для себя, подарок такой себе сделать. Ну, то есть, ну, согласитесь, мне очень, ну, долго, наверное, около года придется копить, ну, тем более у такого пластического хирурга, такого класса, такого уровня. Я вчера прочитала про него, я просто офигела, извините за мой жаргон, я просто была удивлена. Это такой реально человек крутой, который помогает людям, который спасает реальные люди. Я хочу вам сказать, что у него цены средние по городу Челябинску. Ну, нет, в любом случае. Просто мне даже нравится его позиционирование, то, что он работает в Челябинске, не в Москве, не за границу, он мог бы позволить себе работать в любой точке мира, но он остается в Челябинске, он патриот, это круто. Это круто. Это важно у кого-то, действительно, ну, взаимодействуешь даже в плане операций, улучшения, да, своего внешнего, внутреннего вида, это важно. Какой человек в тебя вклада? Кто может быть в вашей группе поддержки? То есть, кто может сниматься, кто может про вас рассказывать в кадре? Ну, я думаю, дети, возможно, мама, но она не очень любит, конечно, но я думаю, я могу ее уговорить. А так в целом... Подруги какие-то? У меня проблема с подругами, потому что за все это время, ну, возможно, на работе, да, кто-то, ну, я хотя мало работаю, я работаю, ну, год, в июле будет год, как я работаю, но кто-то может про меня, ну, мою личную жизнь практически никто не знает, то есть на работе я это не афиширую, у меня единственный начальник знает, что я развелась, а, ну, еще кадровичка знает, больше никто, по-моему, даже директор не знает, вот, что у меня такие события в жизни за этот... Вы какой-то двигатель внутреннего сгорания, как вы это пережили? Все равно же это с кем-то надо поделиться, с кем-то поговорить. Ну, у меня мама, в принципе, вот мы с ней хорошо очень общаемся с детства, она меня всегда поддерживала и поддерживает, и верит в меня очень сильно. А так у меня, ну, подруг практически не осталось, потому что я, ну, мне муж запрещал, ну, не то, чтобы запрещал, мне самой некомфортно было общаться, куда-то уходить, я даже с этой группницей не могла встретиться, потому что это сразу был какой-то скандал, где ты была, что ты делала. Ну, то есть, так. Вы производите впечатление такой очень хорошо стоящей на ногах женщины, очень уверенной. Вы всегда такая? Да. Ну, всегда такая. Когда плакали в последний раз? Ну, плакала. Сейчас вспомню. Ну, прям плакала. Ну, вот плохо мне было буквально, наверное, в прошлом месяце, когда я узнала, что у моего бывшего появилась новая возлюбленная. То есть, прошло не так много времени, а у него уже новая женщина, и как бы все хорошо. То есть, там у той женщины тоже двое детей, старше наших. И мои дети, наши общие дети, общаются с ее детьми, он их уже познакомил. То есть, ясно дело, что там уже серьезные отношения. Если бы он не знакомил с ней, да, то, наверное, бы он не видел перспективы в этих отношениях. Ну, вы же представляете, что ей досталось? Знаете, тут многое зависит от женщины еще в отношениях. То есть, я была такой, я все прощала, я многое позволяла, я многое брала на себя. Это неправильно. Женщина не должна быть такой. Женщина должна больше требовать от мужчины, больше его мотивировать. Возможно, да, я слишком мягкая была. И это тоже надо в себе, в себе менять, в себе искоренять. И если будут новые отношения, то вести себя по-другому абсолютно. У вас есть прекрасная возможность обратиться к профессору Пухову и сказать ему свои слова, которые повлияют на его решение. Слова, чтобы выбрал он вас из всех тех, кто подал заявки. Вот на эту камеру. Так сложно? Александр Григорьевич, я буду очень благодарна, если вы меня возьмете в проект. Это реально очень важно для меня. Очень важно для моей жизни. Очень важно для... Не только для меня, и для моих детей. Я считаю, что моя история, она послужит примером многим женщинам. И они, возможно, задумаются о том, что они сейчас делают в своей жизни. Возможно, что-то исправят, пока это не поздно. Я реально считаю, что вы очень крутой специалист, очень грамотный. Поэтому я хочу именно к вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. К нам приходят красивые люди. Ну, она красивая. Я не знаю, может быть, сейчас ты, как психолог, что-то такое... откроешь мне какую-то вот тайну, да, но меня это немножко удивило, что она такая уверенная в себе, максимально уверенная в себе. Я бы не оценивал временем, которое прошло после расстояния, потому что для всех это вообще глубоко индивидуально. Меня поразило, что она вот такая уверенная. Меня поразило очень четко, что она говорит о том, что она не переживает, и она уверена, что у нее будут новые отношения. Хотя она опять же рассказывала нам и сказала, что вот она плакала, когда она узнала, что у него-то уже все сложилось. Вот. Мне кажется, не так важно, что сейчас происходит в семье, как то, насколько мы можем быть опасны для этой семьи. И то, за что я безумно тебя уважаю, и проекты твои, которые ты делал и делаешь сейчас, как раз за некую экологичность, за то, что никогда съемочная группа не ставит перед собой задачи, в отличие от многих других проектов, сделать больно или сделать хуже жизнь героя. А вот здесь я так фантазирую, подумаю со мной вместе. История этой героини без рассказа о ее трудном браке невозможна. Это центральная сейчас в ее мифе, центральная история. Мы показываем по телевизору подробный рассказ о том, как супруг был неправ, видим только одну сторону конфликта, не слышим другой, и он и без того, жестко реагирующий, может среагировать еще хуже. Отограться на детях или с ними вообще не видеться категорически. То есть, насколько это вообще полезно, вот эту историю делать массовой? Вот тот подвох, которого я ждал. Ну да, наверное, это непросто. Здесь есть только один вариант, если выходить в диалог с этим мужчиной, но нужно ли ему это ради того, чтобы его бывшая жена сделала себе грудь. И будет ли эта программа тогда вообще про пластику, а не про семейные отношения? Сколько это вообще наш профиль? Так она, конечно, яркая, интересная, и то, что она сильная, это такой панцирь пока. Она хорохорится. Ей, чтобы прорваться сейчас, нужно вот эту вот такую верность, чтобы прямо рвануть. Это такой панцирь, чтобы вот саму себя убеждать, что ей сильная. Это, конечно, со временем будет меняться состояние. Похоже на Николькину. В сериале «Большая маленькая ложь», там тоже такая тонкая красавица, страдала от домашнего насилия и также потихонечку вылезала. По-человечески вызывают уважение история. По факту, насколько это формат, который посмотрит весь город, это вот вопрос, мне кажется, небезопасный. Будем думать. Будем думать, но, безусловно, она, конечно, молодец. Молодец, что она вот так стоит крепко на ногах и так гордо держит голову. Вы знаете, я хочу вам представить Татьяну. Она уже была здесь. Вы были сегодня, да? Да, была. Уже с нами познакомилась. Татьяна – водитель машины скорой помощи. Детское отделение. Ну, и меня она впечатлила своей энергетикой. Вот, но теперь у вас есть возможность уже лично пообщаться с мастером. Вы знаете, вы раньше знали о моем существовании? Конечно. Я знала, что в АСА клиника очень давно существует. Так, а что вам не нравится в вашей груди? Ну, слишком большая. Мешает заниматься различными делами, которые мне нравятся. А вы вообще, вот, вы как, у вас вес стабильный или вы управляетесь худеть? Вот сейчас стабильный. А до этого вы… До этого я была немного похудею, но потом поправлялась, опять худела. То есть вот… А грудь меняется в этом случае? Ну, плюс-минус размерчик. И все, и… А чем сейчас она вас не устраивает? Ну, некоторые стремятся к большой груди. Вот сейчас девушка была, она хочет большую грудь себе. Ну, нет, я… Во-первых, мешает в работе, не говоря уже о том, что я… А в работе как она мешает? Ну, мы же целый день за рулем. Вот. И тот же ремень безопасности, как я говорю, у меня, он занимает вообще другое место. Вот здесь. Вот. И мне… Я не представляю, как мне работать. Вот. Тяжело. Естественно, особенно летом. Все. Ну, не говоря уже о остальных проблемах, вот конкретно уже по здоровью. Естественно, эти спина болит, плечи болят. Ну, это полностью все проблемы, которые у всех, по-моему, единые. А у кого такая грудь? Это обычно средственно передоиспалочка? Мама, бабушка. Мама и бабушка? Да. Тоже большая. То есть я после родов пошла на роды, наверное, с третьим, с четвертым, а вышла, одела любимый бабушкин лифчик восьмого размера. И вот с тех пор вот… Сейчас какой вы носите? А 8-10 смотрят от модели бюстгальтера. Вот. То есть H, I, K. А вы хотите уменьшить ее? Да. Да. Очень хочу. Мне легче будет. Почему? Потому что, ну, во-первых, не вся одежда. Я не могу подобрать что-то. Я отказалась от платьев. Я очень любила раньше платья. Но мне пришлось просто отказаться от них. Потому что если прилегающий силуэт, ну, она идет впереди меня. Есть ли это свободный силуэт? Ну, это вот руссконародная игрушка называется. Все мы знаем, это баба начальники. Сколько лет сейчас? Мне 56. Хорошо выглядите. Спасибо. Давайте я посмотрю вашу грудь. Здесь вот у нас есть ширма, и мы еще тогда обсудим. Хорошо. Пойдем. Очень. Похудеть сами не пытались как-то еще? В процессе была. Вот недавно даже была в процессе. Но меня выбило из колеи колена. Потому что здесь много у вас тоже. Да. Выбило из колеи колена. Диксаметазон капельницы. Противовоспалительные. И все. И получается, что все по новой откладывается. Здесь болит? Участно. Всегда. То есть у вас даже роли же не такие. Ну, стараюсь носить прокладки специально. Много. Это вот каждая ваша грудь весит килограмм, наверное. Это не дурная банка. Нет, она вот каждая грудь весит килограмм. По шесть, по семь, наверное. Ну, скорее всего. Если мы ее уменьшим, вот вы избавитесь еще, наверное, от десятка килограмм. Это вообще мечта. Где пупок ваш? Надо пупка практически достать. Да. Причем еще и разная. В самом деле, это достаточно сложная операция. Какая-то считается одна из самых сложных пластических. Я читала. Ну, понятно. Конечно, вам надо избавляться. Вам жить еще лет 30-40, а с такой грудью это там тяжело. Рассказывала уже, что я только шесть лет назад сам вышла снова. Вау. То есть не хочется, как бы. Но бы еще тоже похудеть немножко надо. Ну, я говорю, я худела. До кринолога ходила, анализы все в норме. Вот. Листа топила. Как бы придерживала диеты. Ну, вот последние где-то, наверное, два месяца вот я усиленно лечу. Доктор, рост колена. Хорошо. Давайте. Я уже рассказывала, травмы разные были. Мы поджаривались. Что вы делаете? Поджаривались, когда готовили. Вот. И муж... Калюк поджаривалась? Да. Случайно потянулась. В кастрюлю упала. Муж наступает, локтями ночью бывает. Так что, всякое бывает. Наступает на грудь ночью. Ну, ворочается, видимо, неосознанно. Что делать? Вот так. Нет, ты двинешься на три метра от него все равно. Да, если вы к нам придете, то вам предстоит большая, сложная, такая красивая операция. Ну, для нас это такая... Я люблю такие операции. Потому что это такая операция непростая. Ну, вот, явный претендент. Сколько вообще времени понадобится на реабилитацию после такой операции? Ну, недели две. Две недели? Так мало? Ну, все нормально будет сделано. То есть, если все гладко будет протекать, обычно недели через две снимаются последние швы, и пациенты выходят на работу. То есть, уже можно за руль? Будет через две недели. Да, да. Там мы потом подберем специальное компрессионное белье. Ну, недели через три уже можно за руль. Через две недели там снимаются швы, заканчивается весь процесс реабилитации, и там уже пациенты приступают о работе. Кто смотря какой работой занимается, ну, за руль, можно за руль. Замечательно. Вот у нас водителей не хватает. Мне понравилось, мне импонирует, что Татьяна, она изначально сказала, вы знаете, мне машину водить неудобно. Не ради, там, допустим, мужа, да, не ради, там, еще каких-то вещей. Первая была вот такая, вот, аргумент первый был. У меня была одна пациентка, которая говорила, что ее грудь мешает посуду мыть. Это посуду мыть, это большая, что она. Ну, как тоже она-то в грудь упала, куда, в кастрюлю или что-то там. Ну, да, это такая физическая проблема, от которой надо помогать таким пациентам. Я была бы рада очень, если бы мне помогли. Нам нужно еще повстречаться со всеми, кто ходил в заявки. Ну, а затем уже будем делать выводы. Хорошо. Спасибо вам, что приехали. Всего доброго вам, спасибо. До свидания, приятно было встретиться. Спасибо. Вот такая для нас интересная пациентка. Это сложная такая хорошая операция, от которой она почувствует улучшение. Вот сейчас у нее вот... Надо было взять и посмотреть. Это чего? Интересно. Там соски у пупка. У нее вот грудь. У нее не скользко ткани железы, ну, там и ткани железы, но она полная. Там это жир, и ткани железы там мало, и кожа, отвисла просто кожа. И соски вот как раз на уровне пупка. Вот тут висит. То есть вот надо и сюда пупка достать и поставить на место. Ну, это за грани моего вообще понимания, как это можно сделать. Но я думаю, что у меня еще будет такая возможность. А, ну да, конечно. В операционной же будем снимать, если вдруг она... Но вот это такая пациентка, которая заслуживает внимания. Там поставить протезы-то, ну, это неинтересно. А вот нам такие интересные пациенты. Это улучшит качество жизни ее радикально. Она совсем... Уже в кастрюлю вываливаться грудь не будет, и муж наступать не будет на грудь. Ночью. Ночью. Ну, это же... Это для нас, да, там необычно и как-то, может быть, даже смешно, но ведь это реальная человеческая история. Мне еще очень импонирует ее... Да, позитивное настроение. Настроение. Да, такая... И работа. Она с такой любовью рассказывала о своей работе, как она во время ковида практически пришла, начала работать. И сейчас у нее мечта создать женскую автоколонну для скорой помощи. Потому что, оказывается, женщины лучшие водители. Может быть. Менее аварийные. Менее агрессивные на дорогах. И, возможно, так. Может быть, да. Ну что, давайте пригласим еще кого-нибудь. Да, осмотрим. Ольга, добрый день. Рада вас приветствовать на кастинге проекта «Хочу к Пухову». Ну, проект о пластической хирургии. И рассказывайте, чего бы вы хотели. Значит, в последнее время я занимаюсь своей трансформацией. И поэтому хотела бы себя немножко... Так как мне уже 50 лет, а в 50 лет жизнь начинается, хотела бы немножечко себя подрихтовать. Начать новую жизнь. Ну, и просто случайно увидела проект, думаю, почему бы и нет. Ну, подрихтовать это вы что имеете в виду? Ну, например, мне не нравится в связи с возрастом овал лица. Немножко глазочки подтянуть, там, шею подтянуть. То есть, вот, внешний лоск навести. А для чего вам это нужно? Я хочу выйти замуж. Вот ваша трансформация, она вообще с чем связана? И как вы это делаете? Она связана с тем, что год назад я разошлась с мужем. У меня был очень сложный пятилетний брак, от которого я долго не могла избавиться. Алкоголин, к сожалению, неизлечим. Вот. Ну, и вот как-то решила себя изменить в жизни. Полностью. Многие женщины многие годы тянут своих мужчин, пытаются... Ну, он же пришел-то тоже, не со мной пить начал. Ага. Ну, это моя ошибка. А вы уже видели, что он потребляет? Любовь. Надеялись его переделать? Я делала все. До этого. Меня знают во всех наркологиях нашей Челябинской области. Челябинской, точнее. Ну, это в прошлом уже все. Поэтому... Отпустили его? Да. Все уже. Желаю счастья. Наверное, счастлив. Ольга, есть свои законы, да, у программы телевизионной. И нужно не только помочь вам, но и рассказать интересную историю. Некую легенду, да, персонажа. Некую сказку. Что это будет в вашем случае? Про что мы расскажем людям, которые будут на вас смотреть? Ну, не знаю. Наверное, про то, что в жизни никогда не поздно все поменять. Кардинально. Что вы уже поменяли? Я поменяла. Я в данный момент, я не скажу, что я кардинально прям, но я, например, хочу уйти со своей работы, с которой я работаю уже 20 лет. Я работаю главным бухгалтером, очень довольно-таки в крупных таких компаниях работала. Мне уже надоело. Я понимаю, что я выше уже не могу вырасти. И с этим еще вот в том числе, с этим связано то, что я хочу что-то найти другое, но я пока не знаю, что. Вот я еще вот в процессе, вот в пути. То есть даже вообще в другую среду? Вообще в другую. Вот у меня сейчас просто есть хороший наставник, который меня вот как-то вот... Люди не попадаются, в смысле не встречаются в жизни просто так, да? Каждый человек выносит какую-то в туалет. И вот определенный человек попался в определенное время, вот взял меня за руку и пытается вытащить вот из этой коробки, в которой я сижу. Вы поддаетесь? Да. Я хорошая ученица, у меня хорошие учителя. В какой сфере он работает наставник или практикует? Практикует? Да. Ну он вообще психолог. Вот, то есть он сейчас учится, он психолог. Ну и вот пытается меня как-то... Ну не своими психологическими методами, а просто в качестве человеческих отношений. Ну то есть человеческая поддержка. Да. У вас есть в жизни какое-то событие, которое вас очень сильно порадовало? Порадовало? Ну это 31 год назад рождение моего сына. Наверное, самое... Ну в ближайшее время, наверное, так сразу не скажу. Сильно-сильно. Ну это действительно значимое событие. Скажу. Ну-ка. Я на прошлой неделе со своими детьми, ну с сыном и со снохой перетаскала 5 тонн земли. И выровняла в саду вот газон, который я хотела сделать 10 лет. Для меня это было... Я прям сидела вот так вот, думаю, господи, какая красота. Ой, не может, а вот сбудется. Вот, это последняя такая радость, реальная радость. Потому что я о нем мечтала, наверное, лет 10. Если бы вы были героем мультика, кем бы вы были? Я... Ну что-то вот мне золушка какая-то приходит. Потому что все время работаешь, работаешь. Вот, допустим, вы попали к нам в проект. Все сделали. Вы, как вы говорите, отрихтованная, красивая. Что вы сделаете в первую очередь, когда этот процесс завершится? Что сделаем? Поеду отдыхать в горы. Там мужчину не встретишь. У меня мечта в горах, а? Там мужчину ты не встретишь в горах. Ну почему? Мужчины везде есть. Так. Вопрос какие? Так что... Это у меня цель, это же... В смысле, это даже не цель. Вот, это мечта. Да, наверное. Вот. Вот так я поеду в горы отдыхать. Я хочу подышать горным воздухом. В Дагестане. О, ну вы оттуда можете, да, вернуться. В тех горах. В тех горах водятся мужчины. Ну это уже, наверное, на данный момент второстепенно, первостепенно. Сын взрослый уже. Он вас поддерживает? Да. Он знает о вашем желании сделать пластическую операцию? Никто ничего не знает. Вообще никто ничего не знает. Я что вам объясняю, это вообще спонтанно. Я просто одну рекламу увидела, услышала по радио в машине. Ну там думаю, о, Пухов проект делает. А потом в одноклассниках листаю и смотрю там. Думаю, а что бы не зайти? Вот знаете, вот просто, как это, сидела женщина, скучала, называется. Думаю, заполню-ка, вдруг повезет. Тем более, ну, как-то мысли такие были, что вот надо как-то сделать. К косметологу хожу, она говорит, ну вот это вот уже вот только операция подтягивает. То есть, если остальное там мы делаем, там укольчики и все прочее, говорит, ну, здесь уже все. Ну, вот если вас возьмут, то понадобится команда людей, ваших близких, которые бы могли в кадре вас поддерживать. Что-то рассказывать про вас, где-то прийти, порадоваться. У меня есть такие близкие, которые меня любят, очень хорошие подруги, очень хорошие друзья. Поэтому я просто пока никому ничего, ну, как, смысла пока нет, ни о чем рассказывать. Про публичность вообще. В целом, это телевизионное шоу. И все этапы, которые с вами будут проходить, и в том числе не самые, ну, такие красивые, что ли, визуально. Люди будут обсуждать, будут писать комментарии в соцсетях, будут очень долго обсасывать эту тему, что вот, вот она такая, у нее история жизни такая. Я же говорю, что я трансформируюсь, и мне поэтому на мнение окружающих, не главное, чтобы мне комфортно было. Ну, и моим близким, естественно. Я думаю, система вопросов не возникнет. По крайней мере, у меня внутри самой себя точно нет. Вообще эмоциональная? Да. Очень эмоциональная. То есть у меня настроение может вот так вот меняться иногда. Но, опять же, я контролирую себя, работаю над собой, поэтому я думаю, что истерик не будет точно. А радость? Радость, да. Могу сыграть, могу наполнить себя ей изнутри, если плохое настроение. Нет, нам вот играть не надо, мы, наоборот, хотим, чтобы человек испытывал искренние чувства, самые настоящие. Ну, вы же понимаете, что зависит от настроения, да, с утра себе кто-нибудь испортил, вот, и… Вы представляете, финал, вы красивая, вам кто-то испортил с утра настроение, вы приходите и говорите, ну, спасибо вам, Пухов, спасибо вам. Ну, нет. Для нас это будет плохой финал. Нет, нет, это точно будет не для меня. Я вообще очень позитивный человек, поэтому, вот, у меня очень много друзей, у меня очень творческие друзья, то есть, ну, как-то вот мы, поэтому, все время на позитиве жили, исключая мои пять лет последних замужеств. Ну, что, у вас есть прекрасная возможность передать какие-то свои слова профессору Пухову, слова, которые повлияют на его решение. Что бы вы сказали профессору Пухову, чтобы он выбрал именно вас из тех людей? Профессор Пухов, я очень-очень хочу к вам и лично передаю вам привет от известных вам людей. Это интрига. Ну, пусть она сохранится. Вижу, у нее угрозы. Да. Спасибо вам большое. В течение двух недель мы будем встречаться еще с людьми, которые отправили свои заявки, с тем уже принимать решение. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот повод для того, чтобы сделать операцию, в принципе, я вижу. И если сделать комплексное омоложение, подтяжку овала лица, блефропластику глаз, может быть, что-то еще, эффект будет потрясающий. Потому что Ольга, она в хорошей физической форме, и это пойдет ей на пользу. Я не вижу эмоциональности той, которая нужна для реалити-шоу. У меня впечатление создалось, я сразу прошу прощения у Ольги, если это обманчиво, я могу ошибиться, некой привычки к ведомости. И поэтому я спросила про сказку, про мультик, и была героиня Золушки, которая тоже сидела, много пахала, таскала землю, пришла фея и сделала красиво. И эта фея, видимо, периодически ожидается, и роли меняются. Был муж с зависимостью, которого нужно было спасать. Сейчас есть какой-то психолог, который при этом непсихологическим способом ведет к чему-то. То есть, мне кажется, есть запрос на кого-то большого, кто пришел бы и тащил бы меня как Золушку, к счастью. И я могу ошибиться, но мне кажется, это некая такая немножко позиция невзрослая, и с этим могут быть сложности на съемках. Мужчину нужно? Кто-то нужен, кто придет, волшебник, и что-то сделает. Пухов или не Пухов, новый муж или какой-то очередной гуру. Кто-то должен прийти и что-то такое сделать, чтобы помочь трансформироваться. Потому что я в 50 лет еще до сих пор сама не совсем способна проходить какие-то вещи, мне всегда кто-то нужен. Ну вот и Золушка, та же история тоже, да? Она сидела, долго сидела, пришла фея и тоже протащила через какие-то там... Тогда она стала счастливой. Да, но сама она так бы таскала бы землю и пахала бы, со мной не получилось бы сделать себе счастье. Какой взгляд на известную историю, которой грезят многие люди. Ты еще не знаешь про красную шапочку, что говорят психологи. Расскажи. Не могу. Это, видимо, с сексуальным подтекстом история. В том числе. Хорошо, мы дождемся следующей героиней, которая станет поводом для того, чтобы рассказать историю и про красную шапочку. У нас вечерняя передача. Да, конечно. То есть у вас спрос, да? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!